Я приветствую наших зрителей. Вести утро Корчаева Черкесия продолжает вещание. Семьи из Корчаева Черкесии выразили благодарность офицерам регионального управления Следственного комитета России за помощь в переселении из опасного жилья. Меримхан Гутякулова, жительница одного из двух общежитий Черкеска, в июне прошлого года вместе с соседями обратилась в следственные органы с просьбой защитить их из жилищных права. На протяжении пяти лет граждане не могли добиться признания домов опасными для проживания и переселения в новое жилье, а жалобы в различные инстанции результата не приносили. После обращения была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. Проведен большой объем следственных действий. Допрошены более 400 свидетелей, изъята строительно-техническая документация, проведены судебные экспертизы. Благодаря принятым офицерами регионального следственного управления мерам, строительные работы завершились с сжатой сроки. Уже в феврале 2024 года свыше 200 семей получили ключи от новых квартир. Навигаторы детства Корчаева Черкесии определили векторы развития воспитания детей и молодежи на предстоящий год семьи. В этих целях состоялась стратегическая сессия. Мероприятие организовали в Центре выявления поддержки и развития талантов у детей и молодежи Республики «Спутник». Смотрите подробности. Стратегическая сессия советников-директоров по воспитанию и навигации детства в год семьи в России. Приоритеты направления технологии деятельности состоялась при участии муниципальных координаторов со всех районов Республики. Мероприятие провели в рамках единого федерального плана Росдетцентра и приурочено к открытию года семьи в России. Организаторами стал региональный ресурсный центр. О целевом приоритете в год семьи напомнила заместитель министра образования и науки по Корчаево-Черкесии Лейла Атаева. По мнению главы государства Владимира Владимировича Путина, семья – это основа основ. Это то, что именно дома, в семейной обстановке во многом формирует личность гражданина. Семья – непосредственный участник школьных дел. Ведь дети и родители – полноправные участники образовательных отношений. Ребята гордятся тем, что родители активно поддерживают их в таких делах. Именно советники директоров по воспитанию организуют включение родителей вместе с их детьми в акции и проекты «Года семьи». Советники республики проделывают огромную работу совместно с родителями. Педагогов, конечно же, вдохновляют успехи. Успехи, которые делают ученики в ходе обучения. Родители, естественно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым выдающимся, с самым лучшим, с самым первым везде и во всем. Ну а детям, как всегда, нужна ласка, забота, любовь. Обычные ценности, которые, к сожалению, в наше время не каждый родитель в состоянии дать своему ребенку из-за того, что мы заняты работой. Ключевой целью сессии стало определение направления работы советников в школах и организациях среднего профессионального образования совместно с родителями детей. Стратегическая сессия показала советникам те проекты и возможности, которые могут объединить семью. Для этого организовали работу на пяти интерактивных площадках. Семья – это самое важное для каждого человека. Школа – это еще одна большая семья для наших ребят. И основной задачей, основным вопросом, наверное, который будет обсуждаться на всех площадках – это взаимодействие семьи и школы, проблемы нынешнего поколения, но, как всегда, у нас проблемы отцов и детей. Сегодня мы под разными углами рассмотрим всю эту историю. И финалом будет большая повестка, которую мы будем реализовать в течение всего года. Альбина Ламкова, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь, желаю всем удачи. В заключении расскажу, какая будет погода. Ветер северный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, в горах минус 4, плюс 1, днем плюс 9, плюс 14, и местами плюс 1, плюс 6 градусов. В Черкесии кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 12, плюс 14 градусов.